здравствуйте здравствуйте здравия слушателям мы очень рады что вы к нам подключились а я сначала смотрел вообще не понимал что это запись идет прошлого чего-то или это сейчас прямо у вас все время прямо сейчас или бывает запись идет иногда бывает записанный эфир да если написанный эфир то у нас идет обычно прямой эфир именно вот мы вечерами как-то собираемся и разговариваем на какой-то темой а днем мы обычно заняты потому что у нас тоже семьи дома и на работы и поэтому слава ставит иногда записи так у нас эфир постоянно я собью вашу тему немножко я сейчас просто лазил по котлеров fm ну предыдущие видео посмотреть так повключать и наткнулся на то что но мы же со славой приходили недавно в институт б лайф где какой-то лектор выступал а мы типа так но повисеть пришли на заднем фоне и потом я наткнулся на славянам канале вот сейчас что у вас было продолжение после этого да и она также называлась у меня как бы автоматически по и получается куда я ухожу туда и эфир привожу чей наоборот на какой эфире не попадаю на автоматически в общем в общем по тому эфиру да да я я я думал так думаю ничего себе нормально люди лайки ставят никто не возмущается ничего ну ладно думаю чё я буду один возмущаться да как-то я уже во время эфира думал ну чем заняться но вроде пришел может выключить его думаю да ладно вроде заняться не чем пусть он будет включенный на компьютере уже там ходил короче приходил а этот человек все говорит и говорит говорит и говорит а я потом думаю странно чё это мне одному так кажется что он ерунду несет а потом когда вот сейчас котлеров fm просматривала и смотрел что вы после обсуждали после этого эфира и понял что нет мне не одному это показалось когда я вас послушал вот это кто кто это был это был ты слава и еще вот кто это был я честно говоря уже не помню потому что мне этот докладет это же можно вот дару леночка она была леночка стеночкой после продолжали нас германии да по моему ну ладно да а чем был эфир ой сама управление руссов смотрю вас продолжение было на вашем канале нет это да не деночка это тогда было вот собачками кто это это я лен помнишь я на институт б пошел лайв канал это причем благодаря тебе ты ты написала в чате мол обратите внимание там идет эфир и мне пишут слова можешь перевести эфир сюда но я его быстро перевел потом смотрю в эфире владимир ну и постучался к ним в эфир вот но у меня честно этот докладчик просто не знаю думал плешь проезд он городит 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 я тоже я тоже я тоже уже такой думаю что делать думаю выключить или не выключать потом думаю ладно хорошо что не выключил рыбников пришел чуть-чуть ты пришел что-то сказал думаю ладно хорошо что я не отключился а он делал странную вещь он как бы вроде самоуправление русов вроде как-то про русов рассказывает но с другой стороны он такую странную вещь сделал но я понимаю он как бы начал может быть и правильно что надо начать развитие себя иначе как-то объединишь людей которые вообще не в теме и не в курсе что происходит он как бы сказал да надо вот саморазвиваться развиваться изучать но вот это все в словах это можно сказать но это же нельзя три часа говорить вот это я понимаю можно растянуть это на пять минут но может на 10 но не на три часа растянуть вот эти пару фраз я просто офигел как человек может внимание денис каждый раз задавал ему вопросы он все равно свою включал песню какой бы не звучал вопрос он молотил все равно дает тоже независимость от вопроса вроде страны вроде как вроде типа позиционирует вся как рус вроде так за объединение да но делал тот же самый трюк что я изучал у масонов то есть у масонской школы есть такое чтобы нам лапшу на уши вешать надо долго говорить ни о чем чтобы людям отпало вообще желание слушать что-либо подобное и мастером мастером масон среди масонов считался очень кто хорошо освоил эту технологию это так как мы в возрасте мы помним такой михаил горбачев был да помните он по телевизору выступал часами часами он умудрялся говорить ни о чем вообще то есть он потом после этого всего он ушел в преподавательскую деятельность и он в масонских школах преподавал как можно часами болтать ни о чем непонятными словами и из пустого порожня но с умным видом чтобы все люди как бы просто вообще перестали интересоваться этой темой то есть отбивши лаги у людей был еще был такой еще как гайдар про него потом бабушки говорили ну умный ничего не понятно что говорил ничего никто не понял и говорили ну умный ничего не понятно еще кто вот раньше горбачева делал этот трюк это как ее это огни йога лавацкая дело тоже самый трюк она взяла из вет пару страниц и растянула их на целую библиотеку то же самое то есть тоже могла долго говорить ни о чем ну писать вернее договор это леший вмешивается в разговор опять как всегда он слушает иногда вмешивает вот ты же вроде бы разумный человек и знаю что что он он один на всех и поэтому горбачёв он умные вещи говорил он вот когда прослушиваешь дат вклиниваешься и в этим ты вылезаешь кабалу есть у каждого сознание сознание у каждого индивидуальное ты сам это знаешь и поэтому твое сознание говорит то что что-то слушает кабалу еще из него лучше и ты вот этот каблэ нашел славу славу нашел всех нас и поэтому надо дружить и радоваться жизни какая она есть то что нас уже стало больше а так нам надо еще больше собирать вот из армавира там есть какая-то ну тоже он сказал славянская для группировка ликан сказала община вот тоже с надо найти контакт вольных ювелир подключил не знаю он мне сегодня писал горит не могу с ним связаться напиши мне контакт я написал окон но skype имя чтоб он связался не знаю связался нет ну как вот так на цепи рации и как говорил рыбников да вот и я говорил тоже об этом надо выезжать из этих муравейников и жить по отдельности а даже если кто живет в муравейников которых кучу фантиков делать свои пекарни делать хлеб без дрожжей полезным добавлять муку амаранта на стивии на меду чтобы все полезное доброе что свое родовое было создавать свою родовую также и одежду также и все вот к чему это говорю ну насчет муравейника многие слышали уже десятки раз 0-10 десятки высказывался скажу коротко муравейники дело плохое уезжать это как бы скоротать свою жизнь и как говорится отдельно поселениями понимаете как говорится на огромной территории концлагеря сделать свой маленький свободный барак это до поры до времени то есть вот допустим российских деревьев это территориях там в деревнях скажем так я уже рассказывал народ расстреливать то есть есть фильм посмотрите исповедь самура там показано как вот это происходит с людьми люди там живут себе там хлеб пекут там сколько в деревне 23 человек через костер прыгать приезжают автоматчики буквально всю деревню ложат все нет костров и песен нету поэтому она мне потом уже как бы я начал голову ломать когда там сам пукин сказал что развивайте земство дома так это как когда было когда было вот это с автоматчиками но это есть художественные фильмы исповедь самурая но мы знаем что в художественных фильмах показывают у нас в основном это что на самом деле может происходить вот когда я услышал это скреп и земство я понял а раз он это сказал путин да на всему это сказать чтобы он сказал а кто ему сказал он же всего лишь и перчатка на руке того кто за кулисой стоит вот я потом больше начал убеждаться что-то земство общины когда народ должен там объединяться где-то и жить маленькими поселениями это причем а как про этот я фильм узнал это я вообще просто рассказал в одном из своих роликах такую математику а мне потом этот фильм прислали посмотри слова уже в принципе давно все то что рассказываешь уже показано то есть вот что еще как фильм называется сейчас я проверю исповедь самурая так из самурая потом я когда рассказал фильм и как на территории концлагеря россии да по моему исповедь самурая 2015 год что на территории там российской федерации есть отведенные заповедники где на людей охотятся на живых людей как говорится на конях и на арбалетах люди начали писать такие фильмы как пиранье охота на пиранье охота на пиранье то есть это не вымусил художников или вот посмотрите еще фильм охоту на пиранье как людей там травят собаками загоняют и это самое и убивают в общем поэтому вот это уехать удару город страшная вещь но оккупанты на один момент я так понял что они начали нас города загоняли чтобы за один раз это грохнуть а потом сейчас скорее всего на природу гонит не город реально конечно это уничтожить за секунду просто отключить электроэнергию все мусор там скажем так канализации все это будет город заваниваться любой вот поэтому конечно индивидуально если кто-то там хочет ну как бы это просто для своей семьи пожить в удовольствии конечно можно выезжать за город там как-то селиться и автономии заниматься но для спасения из оккупации связь потеряна этот интернет это единственная такая ниточка которая всемирная паутина которая нас объединяет да в центре паутины сидит паук злой и дергает за речаги вот же прошла диверсия в не придал начале значения что оказывается я на территории вкус лагеря украины россии было отключено большое количество ну скажем так вирус который был запущен нашим глобальным оккупантом поразил кассы супермаркетов то есть вышли из строя магазины вышли из строя банки сторона концлагеря россии начал сказать сказали что это российские шпионы сделали российские украинские хотя никто никогда не видел ни тех ни тех ни российских ни украинских все они говорят они эти человеки невидимки наверно это как одна банда одна банда вот что еще добавить я только вот за то чтобы только распространять звание вот тоже этимология когда вот этот мужчина был я даже забыл как его звали он представлялся они там друг друга себя приветствует дурак дура привет дурак привет дурак то есть ну может быть она и правильно я не знаю это пускай они там себе в деревне приветствует это как бы мы то знаем что дурак это в принципе положительно ду это два или множество райта свет к это душа душа которая в два раза просвещенная или во много раз вот я слышал краем спасибо этот я не помню кто-то первый кто начал кидать негативно слово спасибо это по-моему задорнул то есть он ввел понятие что спас и бог они не на ворот он сказать спасибо богу вот так вот я не помню как он антимологически говорил за слово спасибо 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 да а вот как а я свою версию еще года два назад это выдвинул просто так приватных беседах не на пустом месте был по легенде волк спас который предупредил о падении фаты и был 15-летний переход по уральскому хребту из дарии в россию поэтому после этого в обиходе появилось его имя спас и бог то есть имеется ввиду не спаси бог потому что имя нарицательно стало а наоборот спасибо это в моем понимании берег то есть когда человек допустим там сделал какое-то дело тебе да и вот он ждет благодарности а ты ему этим этой фразой говоришь что ты конечно тебе огромное спасибо да благодарю но помимо тебя в твои в твоем добром делении не ты не только один участвовал но и спас и бог то есть тебе тоже помогали поэтому не думай что именно я тебе должен так вот это ну расшаркиваться там как говорится и кланяться то есть мы все входим под богом поэтому спас и бог вот и вот это же он ведущий день сказал угород я теперь мне тяжело теперь кажется отучиться от слова спасибо вот зачем это у нас благодарю спасибо а кстати вот вспомнил леший это все все проблема это мужик или мужчина тоже темологически леший вот кстати от леший так незнакомым современным украинским языком леший этим чтобы найти это как общие точки соприкосновения как говорится ни вашим не нашим то есть они считают мужик это плохо другие мужчина плохо давайте будем как на украинском языке вот человек 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 это вообще никуда не пойдет это на самом деле говорится не человека человек 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 да но человек и человека это одно и то же самое как и славяк ну русские как и все и что-то подменить поэтому что то есть правильно что-то уже кривда но видагор должна то что буква л по букву это люди люди на один люди на месте люди поэтому людей надо мы по образу богов сделанному плитких не поэтому мы люди а человеке этот варны и вот давай поговорим да кстати вот хорошая тема свет извини пожалуйста юрий степан шрифник им тоже такого мнения что человек идет ниже людины в развитии вот пожалуйста передаю слово человек также идет от чертов от чертить и от господи сейчас я сейчас я вспомню господи вот видите как это слово черти черти так могут чертить поэтому это уже поганая но как же поганая если это черты и черты и резы это метод написания это было четыре метода написания каждый каждый по своей профессии он писал так же как мы например сейчас на компьютере используем ворд используем excel это тоже самое excel что такое вот это есть черты а кто мог чертить что кто этим чертами мог чертить только черти поэтому они начертили нам законно чтобы мы жили за он моя занято что в коне есть теория что черт это был писарь чертежник чертоги составлял друг картограф других ячеек вот но это а кстати еще два слова хочу сказать я думал может в белорусском языке есть мужчина более лояльный перевод но здесь вообще шикарно мужчина вот я еще хотела сказать о человеке о людине я потом спокойно снова разобрала этим логические мне слова люд людина и что я увидела увидела что люд вообще любую переводя например на итальянский язык итальянский язык это братский нам язык это часть нашего языка вчера очень хорошо сказал слава потому что язык это был кувшин его разбили и каждый черепок далее определенной группе людей скажем так даже семье я бы сказала и вот эти каждый и теперь имеет черепок из этого кувшина и чтобы соединить в единую язык надо очень очень много трудиться так вот этим логически разбирая люди на ю это джу вниз и вот джу дина джу да это люда ю да это люди на люди люди на это все джу да если или ю да есть такие буквы гласные которые гласят вот это то что есть букву то что соглашаются то что согласны это то что букву эл так что я предлагаю вам говорить так как раньше говорили в литературе помните когда говорили звали какого-то человека ас ас то есть мы асы или азы елена все правильно в то же время когда обозначать людей или называть людей над городами на люди потому что в буквице только есть буква л что обозначает люди буква ч обозначать совсем другое но пускай ну красиво но она не обозначает ничего кресткому но обозначать крестком если это связать вместе эти буквы это уже будет обозначать владимир пожалуйста дайте слово пожалуйста жалко что сейчас в интернете да к сожалению дали буквицу но нет уроков древнерусского языка и получается буквицу дали намекнули несколько слов из древнерусского языка и с этого пошло поехало каждый выдумывает свое каждый выдумывает полностью свои значения слов какие ему только в голову взбредут и одно и то же слово каждый в интернете вот каждый человек полностью противоположно один говорит это слово хорошее оно означает то 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 другой говорит это слово ужасно его вообще нельзя говорить и то есть кто в лес кто в огород каждый понесся выдумывать все что ему взбредет в голову и к сожалению из-за того что сейчас не дается в интернете нету именно школа древнерусского языка и этих слов расшифровки с древнерусского языка именно но есть очень мало слов очень мало которые расшифровываются и например даже вот сейчас да если взять славянскую чакровую систему и славянскую не только чарно чакровую а и варновую систему то например если бы вы ее изучали и знали то знали бы что на чакре живота это жить а кто на сердечных и горловой это людина а чело чело это лоб на древнерусском языке вот человек тот кто на чакре чело то есть людина это кто на сердечных чакрах а человек на чакре чело а ас это тот кто на верхних чакрах которые выше где родник педагогр а что за челом там же разум получается мозг сознание наше поэтому чело еще давнее называли разум это уже когда перечером утрили чело это был лоб просто лоб я говорю что человек ну да лоб на самом деле был затылок вот лоб это как раз родник родник это как раз верхняя чак но это и есть лоб на самом деле вот то что мы сейчас да 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 называем чел лбом это неправильно надо называть чело а лоб был на затылке а кстати лишь вот верху вот я всегда вспоминаю при жизни вот данилова плохо же белорус русский не знаю но спасает знание украинского я решил от буквицы оттолкнуться че взять а это червоный червоный это это красный да то есть это тоже принципе хорошая нагрузка идет красивый да от можно можно еще извините я уж вклинюсь дело в том что чело да а чело по-итальянски называется небеса так вот я еще раз повторяю что итальянский это часть нашего языка и чело это небеса а еще называют векио век ио век я векио это старик векио векио старуха ладно век я вы даже не представляете сколько я нахожу аналогов объяснений в итальянском языке вы даже не представляете до того все зачаромудренно и если я хочу знать правильно что обозначает данное слово потому что давайте скажем это как на английский язык теперешний ужасный ладно так как оно есть это паспорт если вы неправильно напишите это слово вам не откроется эта страница что она обозначает если не загуглите но это сейчас нынешним языком то же самое и обозначает слово так вот если я хочу знать я или читаю сзади наперед потому что дает значение или же я ищу что обозначает на итальянском языке и когда мне здесь говорят о я уже векио но я уже но век ио я старый я я я век я целый век игру вы даже не представляете о чем вы говорите это это быть в веках а не век я ну век это каждый интерпретирует по-разному интерпретирует это сто лет век это не сто лет век как бы это есть ограничение этим чтобы мы в это поверили так же и как наших кто нам варил сурью бессмертность века это вообще ведущий ка союз ведущий союз это вообще чаромудрия получается если по буквице век это если век это время сбринет есть до сто лет поэтому чело разум на век как бы это есть ограничение этим чтобы мы в это поверили так же и как наших кто нам варил сурью бессмертность это сура их тоже застали поверить то что смерть существует их назвали человек и они стал тоже среди нас они находятся и они или в это и вот пока не верят в это это же есть вирус вирус то что в голову вбили болезнь одно другое третье и все ты будешь этим болеть у тебя будет одно другое пятое десятое нет 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 это очень хорошо а теперь я кое-что могу сказать есть разные в людях есть и добрые и хорошие но после после людей же люди в кого перерождается более которые называются боги жады нет решили я чуть-чуть в клинирую здесь в это слово человек я чуть-чуть вспомнила посмотри есть такое слову как человече да есть человек это тоже человек это намудренное слово почему вот смотри человек то есть на век век мы думаем что это сто лет и есть человеке то есть чего вечно понимаешь Тут уже другое человече То есть это чело даётся навечно И вот я, например, слышала, не помню у кого Что вот человече и человек Это человек над чаромодрили А вот человече Это то есть получается, что ты навечно Твоё чело навечно Вот мое сознание подсказывает То, что человече Это те, что проснувшиеся, вразумившиеся И получившие совесть каким-то образом Тварные сознания Человеки, а мы люди Мы именно созданы по образу подобия богов Мы люди Вот именно, люди созданы По образу богов А я есть бог А человеки богом рождённые Это так написано В Библии по образу богов А мы и есть образы богов Мы и есть те самые боги Только развитие у нас уделили Леший, может быть мы человечи Может быть мы не человеки, а человечи Если даже вот так сказать Человек чело навек То есть сто лет А через сто лет ты должен стать асом уже То есть век это сто лет для развития человека А после сто лет ты должен уже стать асом Богом живущим на земле Педагогр, а подумай то, что чело навек Это значит только вот этот весь твой разум Который ты изначально развиваешь А потом он тебя погасает только навек Понимаешь, чело навек Навек, правильно А дальше он переходит в бога Не надо быть человеком бессмертно А надо переходить в мир богов То есть потом после человека Ты становишься асом через сто лет Вот почему человек Строишь этим новое поколение Потому что по идее должно быть так Но раз выходит так То будет все по-новому И мне тоже много чего говорили То, что будет все измененное И будет все по-новому Ну вот я не понимал этого Я просто учился в Ведах А ты выдумываешь свое А где ты учился в Ведах? Я изучал все ведические школы Которые только мог найти А ты согласись, что ты выдумываешь свое Просто сам выдумываешь свое собственное Асгардское училище заканчивал Заочно хотя бы Ну я просмотрел, да, все в интернете Я по интернету просмотрел Все эти уроки Асгардского Ну не все, но почти все Ну Ивашка тоже говорит Он выходец из этого училища Асгардского И вот именно он говорит, что человек Он со мной не связался Что? Я Ивашка написал в скайп Он до сих пор со мной не связался Отказывается, связывается Боится, не знаю, что у него такое В людях вообще какой-то страх Они чего-то все боятся Я где везде езжу Все люди боятся Всего боятся Я говорю, ты чего боитесь? Вы чего? Я не знаю Боятся Чего у них за страх? Я не понимаю этого Может у него проблемы какие-то Семейные те же самые проблемы Сколько я не могла выйти неделями Это я не знаю Не знаю А может быть А может быть Почему он, например, обязан Не знаю Приходить туда Где он Нету времени познакомиться С площадкой, например, Вячеслава Нету, может быть, желания Почему он обязан приходить к нам Тоже, Леша Я не знаю Это как-то двояко И вот тогда разрешите Раз я уже слово взяла Разобрать слово «вирус» Я очень долго думала Казалось бы Такую негативную, тяжёлую Смертельную нагрузку несёт это слово А само по себе Если мы смотрим Вы — рус Придумывать даже ничего не надо Вы — русы И вы, значит, вирусы Вы что-то такое деструктивное Правильно? Деструктивное Так же, как слово «раб», между прочим Как годами я думала Как может быть Такое светлое слово Отдаёт такую тяжёлую Но заставили нас думать Такую тяжёлую нагрузку Нет, это осветлённый Да я даже не знаю Как правильно назвать Это двойное Как определение Божественного Знаете, что я Для меня нету богов Есть предки Умные Очень умные Разумные Какие они там не есть Это божественный раб Осветлённый знаниями Предок И он оказывается раб И только здесь, в Италии Как всегда Я нашла ответ этому Так вот Всех, которые живут на Восточной Украине Которые восточные части мира Которые белорозовые сейчас остались Они называют славами Это как бы пренебрежительно Злаву Славу Так же мы знаем Что в английском есть тоже слэйв Типа раб А это слава И когда я ещё несколько лет назад Искала этимологию слова Злэйв Где было сказано В английском издании Что якобы Когда-то в древнейшие времена Эти народы Были под гнётом Всех их там порабощали И они были рабами И из-за этого Прицепилось такое имя Как злэйв Хорошо А в итальянском осталась слава И когда я сейчас говорю Вы знаете, что слава Это глория Потому что по-итальянски Это глория Для них это странно Они не понимают Они думают, что славу Это оказывается раб А когда мы дальше изучаем И хорошо начинаем вдумываться Что обозначает слава Это Как он называется Господи Склаву Сокол Так же Как и осталось Скьяво В итальянском языке Тоже Что обозначает Раб А это сокол Понимаете Как бы Перечарамудрили Так вот И когда Сейчас Те Которые Меня знают Здесь в Италии Они теперь знают Настоящее слово Обозначение Слова Слава Еще скажу Зачем Вот Уходить В английский В итальянский Если Есть как бы Древнерусское Обозначение Этого слова Ну Зачем Уходить В те языки Которые Придуманы Недавно Если есть Древнерусское Что Славяне Славили богов И Славянами Называли Росенов И святорусов Которые Прибыли на эту землю Называли Славянами Потом Славянами Стали называть В честь того Что славят богов Слава богам Славяне Славишь богов Один В английский Недавно Выдуманный Искаженный Язык Который Тем более Англичане Первые Кто пошли Против славян И конечно Они назвали Славян рабами Ну Потому что Они враги Наши А рыбников Вот тоже На это купляются На английском языке Давайте Будем смотреть Глубже Я совершенно Не согласна Давайте Отделим Одного От другого Значит Есть Роды Есть Есть те же самые Хорошо Люди Человеки Есть Мы Есть Те У которых Скафандр Белковый Давайте Сделаем так Есть у них Внутри Там совесть Нету Меньше Больше Не будем Сейчас Говорить И есть Наши Поработители Так вот Поработители Которые 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 Заставили Нас Ненавидеть Друг Друг Друга Если на то Пошло Еще буквально Каких-то 100 лет назад Перед якобы Первой мировой Войной Было сколько 20 государств А сейчас Сколько 140 Я не помню Или больше 240 Я не помню Так вот Буквально Еще Еще 50 60 лет назад Было 40 Государств Правильно 40 государств А сейчас Вот такое Количество Государств Так вот Язык Сейчас я хочу Сказать Когда Я уже Более 20 лет Здесь проживаю Когда я сюда Приехала Для меня Было странно Я слышу Украинские слова Здесь Диалект Состоит Из украинских Слов 30% Так же Как Я не знаю Не хочу Никого Обидеть Ради Бога Так же Как мы Сейчас Разговариваем На русском Языке Думается Что это Прародитель Нет Это часть Прародителя Мы можем Общаться Те же Украинцы Те же Белорусы Те же Поляки Иногда Могут Чуть Понять Так же Как я Польский Могу Понять Язык Так вот Это Получается Остался Пункт На котором Мы можем Общаться А это Часть Этого Языка И когда Еще раз Я повторяю Пожалуйста То что Сказал Слава Я хочу Еще раз Озвучить У нас Был Единый Язык Вот Это Амфора Которую Парабодители Разбили И Мы Мы Взяли По Кусочку И Сделались Итальянцами Сделались Французами Сделались Еще 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 Кто Вчера Я не помню Кто С кем Мы Разговаривали Который Мне Говорил Что Немецкий Язык Очень Много Тоже Там Слов Русских Это Все Одинаковое Были Может быть Маленькие Диалекты Потому что Каждая Семья На своей Местности На своей Территории Она имеет Какой-нибудь Другой Фрукт Другой Овощ Который Не растет Я не знаю За тысячу Километров Она Называет Своим Именем А этот Который За тысячу Километров В данный Момент Он не знает Как этот Фрукт Называется Вот И Маленькие Диалектальные Как бы Сказать Партиколари Вот Видите Я даже Разговариваю Но Итальянском Языке Это Не Новый Язык Не Придуманный Язык Нельзя Ничего Просто так Что-то Придумать Не Получится Так же Как Латын Получится Просто Оставляли В этих Языках По 10 15 20 Процентов От Древнеславянского А остальное Выдумывали Как можно Выдумать Ну вы знаете Вот хорошо Выдумать Все Ну они же Выдумали Капитализм Коммунизм Демократию Что они Выдумки гораздо Мы их недооцениваем Нет Вот именно Мы не то что Их недооцениваем Мы через щур Переоцениваем Потому что Они Действительно Ноль Я не понимаю Каким образом Что с ним случилось Мы находимся В таком В таком положении Они Ноль Они Нас Копируют Абсолютно Во всем И мы им нужны Поэтому Никто Нас Не уничтожит Сто процентов Потому что Они Правильно Слава тоже Говорит Я подтверждаю Они Та же Кандида Пока Живет Паразитирует На Организме Значит Живая Это Кандида Только Организм Этот Умирает Если Кандида Не перескочила На другой Организм Умирает Вместе С носителем Вот чем дело Они без нас Но Ноль Не смог бы взять Под контроль Всю землю На Столько Сотен лет Я могу объяснить Как они это сделали Давайте я объясню В двух словах Почему Они достойные соперники Не Я объясню Как это получилось Почему они взяли Оккупанты У них опыт Соседних ячеек И четкие инструкции В их компьютерах Все записано Как они Порабощали Другие соты Это у Жени Ноль Если у них Есть опыт Ну конечно Имеется ввиду Света говорит Нового Что придумать Не могут Вот что Она говорит А могут Только Искажать Она про язык Говорит А я говорю То что язык Он был сделан Из-за того Что люди Болели И разные Всякие зубы Отсутствовали Поэтому Искажали язык Поэтому он Слегка искаженный Но в то же время Один и тот же Так же и Английский Это торговый язык Чтобы легче было Обмануть И Парить то что им нужно Лиша я готов Рассматривать любые версии Это мы отталкиваемся От Задорного Это правда И болели тоже Да Задорного отталкивался От Сундакова А я новую версию Придумаю Им Палку в зубы Вставляли И заставляли говорить Моя версия Только что на ходу Придумана Нет А можно я Скажу Немножечко Некоторые факты Я знаю Что это такое Английский язык Проще обмануть Это слово Непонятное И когда непонятное слово Человек думает Ооо Это наверное здорово Он берет это Вы же сами вспомните Когда он говорит Какие-то импортные слова Думаете Ооо Наверное Это какая-то вещь Там Снофуфыренная И эту вещь Берете Ну не знаете Что это слово Если бы у вас было понимание Что это такое есть Для чего это есть Ну все бы было по-другому И вы думали Мне это нужно Вот так вот Выучить И поймешь Что ничего Начаромудренного Нет 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 Я хочу сказать Другое Светочка Другое сказать У меня сестра Жила в Бишкете И вот когда Советский Союз Работала в школе И сейчас Она живет в Москве Жила в Бишкете Это Фрунзе Киргизия И когда она была В школе работала Так они что делали Значит как же Киргизский язык Нужно же Там многих слов Не хватает И вот собирали Методическое объединение Учителей По русскому языку И говорили Так все Сидите И выдумывайте Киргизские слова И они сидели И выдумывали Киргизские слова Понимаешь Конкретно Вот это исторический факт Это вот было в 90-х годах То есть языки Выдумываются тоже Правильно говорит Владимир И как бы я скажу Еще знаешь что Что Да С одной стороны Я согласен Что они может Выдумать и не могут Но они могут Нанять кого-то Из наших людей То есть за деньги Да Да Вот конкретно А он даже просто Может и не предатель Просто какой-то ученый Который любит Там этим вопросом Они ему заплатили Наняли Сказали Вот выдумай нам Выдумают же коды Шифры Кодированные языки И просто наняли Кого-то ученого Сказали Выдумай нам язык И он выдумывает Да даже Знаешь Ничего такого Допустим С сестра Метод объединения Пять-шесть человек Учительниц Сидят В школе По русскому языку И говорят Выдумывайте Вот такие слова Вы должны выдумать Сделать их киргизскими И они сидели И выдумывали Вот так Я хотела сказать Насчет того Что например У них есть программа У наших Поработителей Четкая Четкая программа И это мы можем проверить На собственной жизни Я проверила На собственной жизни На наших Этих концлагерях Сейчас То что произошло В Италии Вот эта революция Сейчас она проверяется На Украине Единственное Что там На Украине С многими жертвами Идет А одинаковые Вы даже Не представляете Помните На Украине Был премьер-министр Такой дурак Лысоголовый Яйцеголовый На него называли И смеялись Над ним Что он там Морковку ест В данный момент У нас находился Такой премьер-министр Одинакового Одинакового возраста Такой же придурок Такое лицо Дегенеративное Бородавчатое У этого хоть Бородавок не было А эта Бородавчатое Неприятно смотреть И его тоже Называли кроликом И издевались Что он Жует морковку Один в один Вы даже Не представляете Есть Определенный Сценарий И он Распространяется На На этих Концлагеря Где В данный момент Обстановка Там где мало Белорозовой Или Белорозовой Так Перегавкались Между собой И можно Внедрить Вот это Если не Перегавкаемся Никто Не может Нас Прободить Никто Что случилось Я не знаю Почему Мы Находимся В данный момент В такой ситуации Я не знаю Я ищу ответ Как так Что нас Взяли Таких Умных Светлых Твори Ну то что Это Созидателей Как так Они не могут Ничего придумать А знаете Еще что И это Продолжается Постоянно А я вам Расскажу Достаточно Быть Чуть Чуть Наблюдательным И это Случилось На Котляров ФМ Если вы Все помните И повторяю Еще раз Была такая Гадя Она Один в один Копирует Полностью Все О чем Говорит Слава Полностью Все Что происходит На площадке Котляров ФМ Она точно Так же Создала Свой Канал Тоже Что-то Там Плюхает Понятно Там Полтора У нее Там Людишки Собрались Такие же Как и она Один в один И не только Это она делает Она даже Примеряет Наши Жизни На себя